Наталья Суханова о самодиагностике паразитов написала Криминальное чтиво, Геннадий, не более Очень хорошо, знаете, само проведение, вот эти все вопросики так ставить в ряд Вот если бы это было криминальным чтивом, то возможно почтальона Печкина уже бы не было То есть для кого-то это действительно какое-то чтиво, просто чтиво, да и все А для кого-то это вопрос жизни и смерти И причем это настолько все широко распространено, градация жизни и смерти Для кого-то это просто улучшить здоровье, чтобы не было простуд Кому-то избавиться от подарок, кому-то там зрение восстановить А у кого-то это стоит, а жить мне или не жить дальше Видите, как можно относиться ко всему этому Ой, не так-то все просто Александр Зимин, просто охренеть И такие люди вели передачу на первом, в смысле я Андрей, 2016 Хейтеры набежали, что погнали откуда-то Александр Зимин, Андрей, я не хейтер, случайно наткнулся на видео Все-таки имеет образование, желательно получить автору Я уже вам рассказывал, что все заключается в самом человеке И привожу пример Михаила Ломоносова Вот ему захотелось знаний Он бросил все и пошел учиться При этом, вот то, что преподавали в университете там разном Это хорошо, это какой-то уровень общий Но чтобы стать выдающимся человеком, надо самообразовываться Чем я и занимаюсь, это мне интересно Поэтому я и занимаюсь Медобразование Какое медобразование? Анатомия, физиология А дальше что идет? За анатомии, физиологии Дальше что у нас идет? Работа сознания Это я сам для себя разобрал Наулку питания Я сам для себя разобрал Как возникают болезни Я сам для себя разобрал Возможно, я не излагаю это там Каким-то там научным языком Что касается работы на телевидении Там, естественно, другие, скажем так, стандарты В первую очередь, вот я стою ведущий У меня в ухе наушник этот Сверху мне говорят, что надо там делать Я делаю Ну, примерно направляю Делаю-то я сам и там рассказываю Естественно, никаких там каких-то грубых слов Или еще чего-то не пропускают Ну, я думаю, что став лайки Отнеситесь к этому как к приколу Я думаю их скоро убрать Так, что-то тут развернулось, я это мечтал Александр Фровов, Иной Петрович, здравствуйте Мне 27 лет Начали надеть волосы спереди Мажу репейным маслом стойкой красного перца В область облысения жжет Что это за процессы, какова их природа и с какой проблемой В роли свы? Да, прочитаем дальше Александр Зимин Привет, Александр! Можешь ничем не умазать, все равно будет лысина к 40 годам Можешь привыкать к этой мысли постепенно Он тебе еще и мочой посоветует натереть Поищи информацию о компетентных источниках и людей Которые имеют за плечами хотя бы медицинский колледж Кстати, у меня звание академик народной медицины Узбекистана Надо же и такие шарлатаны ведут передачу на первом Ой, опять опуять можно, да? Так, Александр Фролов Пишет Александр Зимин Если бы мне нужен совет Не пойми кого-то Я бы искал его не пойми где А так я на канале у человека, которому доверяю А вы откройте свой канал и раздавайте советы Так, раз, так, не могу кому-нибудь помочь Александр Зимин Александр Фролов Извините, если я обидел и хотел Понимаю, что не хочется иметь лысину Александр Зимин Александр, вот уберите вот все эти вот это самое Нецензурные, так сказать, слова А выражайтесь, что вам там не нравится Что вам там непонятно Будем прислушиваться к вашему мнению А теперь вернемся Мне 27 лет, начали лететь волосы спереди Мажу репельным маслом С настойкой красного перца В области облысения жжет Что это за процессы? Смотрите В первую очередь настойка красного перца Способствует тому, что за счет именно жгучести Здесь у нас начинаются идти Большие процессы циркуляции крови То есть надо подать к луковицам волос Больше крови для того, чтобы они сохраняли свои свойства Не выпадали Репельное масло Репельное масло Ну, значит, красный перец с одной стороны Это как бы именно кровь дает Для того, чтобы луковицы росли А репельное масло Ну, вот репельное масло обычно Мажут им для того, чтобы просто-напросто Структура их была лучше Насколько я знаю То есть они становятся более такими Эластичными Более такими толстенькими Более такими, ну, будем говорить Более красивыми, блестящими И как с этой проблемой помыли свои? Вы знаете, я тут соглашусь с Зиминым Александром Никак Я сначала попробовал какую-то там чвеню Иностранную, что-то там шикал Но никак В некоторых случаях Смотрите, что происходит В некоторых случаях они могут действительно Выпадать от каких-то там Изменений в организме Связанных с теми, возможно, паразитами Это одно А второе, второе Есть такое понятие индивидуальная конституция Индивидуальная конституция Это, как правило Выражается в таких особенностях Как у лиц С чрезмерно выраженной Желчной конституцией Это, значит, бывает Лысина Опять-таки у нас Александр Зимин На связи Не нужно раздавать проблему из ничего Нужно просто постараться избавиться от других привычек Начать правильно питаться Делать физические упражнения Организовать правильный сон И тогда организм сам избавится от всего лишнего И патогенного Проверенное личное на себе И это правда Но Когда мы берем Почтарена Печкина В случае Почтарена Печкина То Вот это вот все Не работает Это говорит о том Что все зависит От Условий В которых находится человек Или находился человек Вот он где-то там Попал куда-то там Нахапался этих там Паразитов И потом не может их вывести То есть эти вещи В этом случае Не работают Поэтому Приходится применять Действительно Какие-то целенаправленные Средства Против вот этих паразитов Более того И против паразитов Они Не все работают Одинаково Надо найти Те которые работают Поэтому Такие рекомендации С одной стороны Да Знаете Вот Для основной массы Они Правдивы Они действуют хорошо Но есть случаи Вот В которых Это не работает И им приходится искать Поэтому И да И человек Который Вот на себе Это прошел Он считает Что так Должно быть И у всех И вот это Самое большое Заблуждение Что человек Думает У него Своя индивидуальная Конституция У него Свои Особенности Организма У него В конце концов Свои Это же карма Мы об этом Не говорим Я как-то Все это Опускаю Этот вопрос Вот И это Абсолютно Не цепляет И не это И он думает Что все Все нормально Вот он Значит питаться Нормально Почистился Там думает Хорошо Физические упражнения И все Это нормально А опыт Другого Показывает Что это Нет И я с этим Столкнулся Когда я вел Клуб Бодрость Вот они Все Мы там Честимся Все Мы что-то Там Делаем Одним Хорошо Помогает А другим Нет А в чем Причина И причина Вот я разобрался Там Ведуальная Конституция Дальше Идут Несколько Иные Причины Об этом Мы не будем Говорить Чтобы не Уходить От темы Поэтому Я больше Склоняюсь К поселенной Печке Ну С чем он Столкнулся То есть Некоторые Люди Сталкиваются С такими Проблемами С которыми Другие Люди И не Сталкивались И надо Слушать Именно Тех Кто Решил Эту Проблему Которая Была Для него Основной А не Той Которая Являлась Какой-то Там Побочной Да Это Там Побочная Что-то Там Такое Вот Почистился То есть Позанимался Там Грубо говоря С меня Что-то Там Вышло И все Я прекрасно Я себя чувствую И так далее А другое Дело Человек Делает 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 А оно Все Мимо 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 Ему Приходится Искать Свое Вот Это Дорого Стоит Вы знаете Я Смотрю Разные Там Видосики По Ютубу И вот Там У танкистов Существует Как бы Сказать Свой Ну Можно Так Сознать Рейтинг Или Как бы Сказать Своя Шкала Насколько Этот Человек Ну Был Профессионал Насколько Он Танкист Насколько Он Там Воин А Именно Не Сколько Он Подбил Танков А Сколько Раз Он Горел В танке Раз Горел Два Горел Три Горел Пять Горел Потому Что Не Каждый После Того Как Он Горел Садит В танк И Начнет Воевать Вот Так Точно И Здесь Вот На Такой Ноте Я И Закончу Благодарю За Просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В Колокольчик И Подпишитесь На Канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На Сайте Малахо Про Доброго Здоровица И До Новых Встреч Музыка Музыка Музыка